Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов и Лежавия. Добро пожаловать на новый видеоролик, где на аукционе мы купили, наверное, самый большой и самый необыкновенный гараж за всю историю аукционов, которые были на нашем канале. И купил я его за миллион рублей! Чё? Миллион рублей? Сколько? Миллион! Ты посмотри, какой он огромный! Ты посмотри! Вот оттуда до сюда, вот это всё, это один гараж! Бокс полноценный, здесь несколько боксов. Он, он просто гигантский! Я тебе серьёзно говорю, когда я на аукционе на него посмотрел, ого, ты смотри, смотри сюда, смотри, смотри, как здесь офигенско! А? Это целый дом я купил! Если там ничего не найдём, не окупимся, так там жить будешь, понимаешь, оператор? Сами живи там! Ну и вот, давайте мы, собственно, перейдём, посмотрим, что у нас тут есть внутри. Потому что содержимое всех сумок, сейфов, гаражей, в том числе, первыми на канале Жизнь Виа видят подписчики. Поэтому, если вы не подписаны, подпишитесь прямо сейчас. Видишь, здесь даже дверь-то не гаражная, ну точнее, она как бы крутая, правильная. А то эти ключи гаражные, они постоянно ломаются, постоянно замки эти не открываются. Что, готов? Три, два, один! Добро пожаловать в наш новый гараж! Так, свет-то здесь есть? Ну что, заходи, оператор, будем смотреть, что тут у нас... Я тачки вижу! Ха! Есть автомобили! Это уже очень хорошо! Вон тут выключатели. Опа! Опа! Свет есть! Слушай, ништяк! Ништяк! Давай сначала разберемся с тачками. Ну и это Датсун? Это не очень... А, это Мэрин! Офигеть, Мерседес! Это же нам вместо буханки считает! Это, это мини-вэн Мерседес! Офигенско! О, как мы на нем жёгать будем! Какой там, наверное, движок мощный стоит, да? Стой! Что? Стой не стоит. Ты чё, офигел, оператор? Чё? Куда движок дел? А где движок-то? Так вместо буханки поставим, а? Что думаешь? О, зато открыто! Вот правда не заведётся, скорее всего. О! Я знаю, где движок! Просыпался? Знаете, что это такое? А? Ты рада знаешь? Это поршень! Вот эта фигня крепится на коленвал, а эта там двигает в цилиндрах. Да, без двигателя она, конечно... Так, как это работает? Ладно, фиг с ним. Ну, я думаю, на металлолом она вообще зайдёт. Ну, не на металлолом, а по деталям в смысле. Это же Мерседес, там детали и комплектующие просто очень-очень дорого стоят. О, нашёл, как открывается. Слушай, это целый проект! Можем собирать с нуля. Это мозаика. А, так это двигатель, собственно. Ха-ха! Я увидел. Вон у нас генератор валяется, судя по всему. Да, Гена лежит от него. Сами соберёшь. Я не буду собирать. Пусть стажёр собирает. Фиг с ним, с этим Мерседесом. Я говорю, его по деталям можно допустить, потому что здесь кузовщина, ну, живая. Нет, не живая. Она переваренная, переделанная. Короче, тут мы промахнулись чуть-чуть. Ну, не знаю даже, сколько она может стоить. Но здесь, смотри, здесь есть Датсун. Это, конечно, тебе не вау, не лакшери. Ну, а на него есть ключи. Я уже вижу. О, не валяются здесь ключики. Так что, как известно, всё содержимое. Гаража, она тоже наша. Блин! Вот тут, конечно, засада. Багажник не распаковать. Багажник нельзя распаковать. Я здесь лампы вижу. Подожди-ка, я сейчас попробую включить свет. Та-дам! Да. Да. Ну, хорошо, хоть там ГБО не было. Ну что, и ты доволен, да, с собой? Что? Купил опять вёдра за миллион рублей. Мы такие гаражи уже договорились дорогие не покупать. Ну, просто думал, большой. Я думал, здесь несколько тачек будет. Я был прав. Такой. Смотри, сколько здесь растопки, а? Сколько здесь у нас заготовки на растопке. Знаешь, сколько древесина нынче стоит? Вообще дорогая. Мы, возможно, только по дереву окупимся. Нет? Нет, давай посмотри, что ещё здесь у нас уже. О, санузел. Смотри-ка. Так это офигенско. Смотри-ка, а здесь? А, так здесь смотри. Офигеть. Здесь бойлерная. Вот здесь эта история топится. То есть вот сюда можно... Опа, свет, свет. Тут тоже... Везде свет есть. То есть это отапливаемый гараж. Здесь тепло, да. Да. Это очень крутой компрессор. И здесь получается даже фильтра на гнике стоят. Хорошо, тебе здесь жить будет. Чё? Чё? А вот здесь можно? Да здесь душ есть, смотри. Где ты такой ещё гараж душевой найдёшь? Алё. Смотри, как круто. Вот извозюкался во всей этой грязи, во всём масле, во всей этой истории. И пошёл, помылся, дела сделал. Это ж круто. Это ж просто крутейший гараж. Блин, да это офигенский гараж. Цена ему 10 миллионов, слышишь? Я тебе говорю, мы дико окупимся. Хотя мне кое-какая идея в голову приходит. Давай ещё посмотрим, что здесь есть. Вот здесь у нас стоит мощная аудиосистема. Можно слушать музыку. Смотри, сколько инструментов. О, слушай, так это ещё козырные инструменты-то какие-то. Это очень дорогие инструменты. Опять 21-й головы нету для свечей. Никогда нету 21-й головы. Я вот не понимаю эти наборы. Нафига делают. Вот смотри. Здесь есть с 10-й длинная голова. По 19-ю, но 25-ю. А, нет. Здесь. С резиночкой и с магнитиком. Всё, я болван. Я начал просто. Просто в нашем наборе нету ни голов длинных, которые нужны для снятия этих свечей. Свечных голов. Слушай, на борт вообще приличный. Здесь вообще дофига инструментов. Даже всё работает. Вообще очень много инструментов. Он видал, в сваре этот шлем сварочный есть? О, никогда нет. Так нет, значит, где-то должен быть сварочный аппарат. Он тоже может дорого стоить, если это какой-нибудь крутой полуавтомат. Давай посмотрим, что здесь у нас есть. Да ну. Ты смотри-ка. Вау. Это какой-то спорткар. Какой-то, слушай. Что за тачка? Это что за тачка? Ты знаешь, оператор? А? Что-то я не видел никогда таких знаков. Вообще. Да, тебе тоже ничего не написано. Хотя нет, что-то написано. Напишите, что за тачка. Я не знаю. Здесь тоже, смотри, опа. Можно свет влюбить. Ну правда, он какой-то хиленький. Здесь есть яма. Идем сюда, пираты, смотри. Здесь что-то написано? Селика. А, так это Toyota Seliка, слышишь? Там другой знак вообще. Написано Toyota Seliка. Что там за знак? Тут есть стикеры, которые стикеры. Бомбель хорошенький. Это Lada. Lada, видишь? Ладья. Значит, Lada. Лада, Селика. Лада, Селика. Давай здесь проверим, есть двигатель, нет? Так. Там упало, слушай. Есть? Алло. Ладно, хорошо. Вау, смотри. Это так-то очень крутая тачка. Очень прикольная. Может, какая-то даже стритрейс. Я хочу посмотреть на двигатель, потому что, блин, вдруг его опять там нет. Как в случае с Мерседесом я обрадовался. О, нигде, ну-ка. Тут здесь какие-то призраки, походу, тусят. Блин, я не знаю, что тут дергать. Это ж японка. Это же праворульная японка какая-то. Опять эти GDMщики сейчас подлетят, скажут, ничего ты не знаешь, ничего ты не понимаешь. Тут все вообще круто, все здорово. Все легко и понятно, а ты тупой. Да как, вот как, вот как открыть капот? Оператор. Как его открыть? Нет, зачем дергать, понимаешь? Надо погуглить. Что ты будешь делать, короче? Вот оно. Вот движок есть. Это хорошо уже. Просто замечательно. А вот, смотри, аккумулятор. Какой-то странный брат. Нет, я точно сейчас что-то слышал. Прям кто пудуло, здесь кто-то есть. Следите, мы купили этот гараж. Он наш. Уходите. Ты возьми в руки что-нибудь? Что я тебя возьму-то? Что ты сразу же? Просто может, кушка какая-нибудь или еще что-то. Кто здесь? Кого нет? Ну, мы вот сюда еще не сходили. Тут яма. Еще одна яма. Там колеса какие-то, вон, смотри. Правда, я там никого не вижу. Жутко как-то. Там что-то упало, наверное, просто. Давай вернемся к Селике. Знаешь что? Знаешь что, знаешь что? Я не увидел пока от нее ключей. Там, ну согласись, это было бы круто, если бы мы сейчас ее завели. А эта Селика может стоить? Я пока гуглил, искал, где у нее капот открывается. Так и не понял, где. Ну, нагуглил у нее средний ценник, что она стоит где-то там, ну короче, в районе 300 тысяч рублей. И это не хилые ценники, я тебе так скажу. Так, сигналка только здесь. Да. Это грустно, что у нее ключей-то нету. Давай, подожди, смотри, вон там. О, вот он сварочный, вот он, вот он. Очень крутой, очень дорогой сварочный аппарат. Такой может в районе 100 тысяч стоить, как бы это серьезно, это для кузовщины. А вот стоит снегоуборочный аппарат. Короче, это зашибецкий гараж. Это просто отличный гараж. Я думаю, что мы вполне себе даже уже отбивили. Потому что он очень крутой. Опа, смотри, что я нашел. Toyota, ни о чем тебе не говорит. Опа, Toyota. Так, а мы клемму-то, я видел, там клемма-то снят, а? Это странный капот. Так, вон она, плюс вздернут. Так. Ну, просто проверить вообще, работает, не работает. Опа. Жила, да? Я тоже видел, моргала. Поморгала, да, что-то она нам привет сказала. Ну, все, значит, жива. Наш аккумулятор уже на месте. Вон тут у нас даже подают предупреждение о том, что тут это самое, дверь открыта. Так, ну что, все тогда. Пробуем завесить. Прикинь, коробка передач слева. Это очень непривычно. Эти ждиемщики сейчас опять... Эээээ, тупая. Так. Такс. Чуть-чуть даже топлива есть. Победа. Это победа, оператор, я так скажу. Это больше, чем победа. Это крутейшая серия, у которой работает двигло. О, да! То есть 300 тысяч у нас уже в кармане. Афигенский гараж, где куча всего. Ты знаешь, что можно даже? Я думаю, что я с тобой... Ты вот как думаешь, это хорошая идея или нет? Потому что если это все продавать, это надолго затянется. Это фиг знает, сколько времени займет. Да тут уже все готово. По сути дела, мы сейчас с тобой наблюдаем не что иное, как готовый бизнес. А что если мы здесь откроем филиал одной из своих мастерских? Ну правда, работать буду не я сам, потому что вы знаете, как я ремонтирую автомобили. Наймем нормальных ребят, которые будут заниматься здесь автосервисом. И считай, здесь условия для работы просто фантастические. Здесь можно ремонтировать все, что угодно. Чтобы было классно и круто. Как думаешь, оператор? Не, нормальная идея. Я думаю, что нет смысла это все продавать, потому что если бы... Ну допустим, мы это все продадим, ну заработаем там полтора, да, миллиона. Это хорошо, конечно, это отлично, отлично. Но это займет время. А если мы допустим, тут ни во что не надо вкладываться. Здесь вон двери поставить, вот эти вот двери на места, вот эти штатные, где их нету, например. Или можно вообще ничего не сказать. И все, нанять несколько сотрудников, чтобы они ремонтировали и все такое сделали. И короче, ребята, если вот давайте по-серьезному. Открываем здесь автосервис, один из моих автосервисов. И если вы хотите, если у вас серьезно есть какие-то траблы, что-то починить, что-то потюнинговать, какие-нибудь работы там слесарные, кузовные. Ну вот, пожалуйста, добро пожаловать сюда. Значит, ссылочки и все контакты оставлю в описании. Ну серьезно, я думаю, мы даже до нового года уже будем открыты и будем функционировать по полной. Вообще, так что записывайтесь и добро пожаловать к нам в вот такой вот крутой, прикольный сервис. Видишь, селику-то здесь кто-то отремонтировал, значит и любую другую тачку отремонтируют. Так ведь? Так. Что же, друзья, думаю, в этом гараже мы не будем его продавать, как обычно. Посмотрим, что там можно сделать с другими тачками. Либо продадим, либо доделаем, либо посмотрим, что с ними вообще можно сделать. Но если у вас по-серьезски есть свои автомобили, которыми можно позаниматься, с которыми нужно повредить, у кого есть какие-то проблемы. Давайте, пожалуйста, по ссылочкам в описании переходите. Также, я думаю, мы здесь будем ремонтировать наши автомобили в будущем. Ну, а что бы нет, потому что у нас там, о, наша гора, целая куча тачек-то. Так что будем загонять их сюда, ворота, подъезды здесь со всех сторон и будем здесь что-нибудь придумывать. В любом случае, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ни в коем случае не выпускайте те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok